всем привет мы начнем уроки по AWS и на этом уроке вам расскажу про сервисы как они работают и в общем сейчас все поймете в общем сервисы видите вот у нас такая графа в наших кластеров сервис сервис в ECS это autoscaling group это проще самое простое название миграции и сравнение это просто autoscaling group контейнеров если вам нужно минимум 2 ставите сервис минимум 2 все всегда будет 2 ставите и можно autoscaling делать если вдруг load увеличивается начинает расширяться там будет 3 контейнера 4 5 начинает уменьшаться будет 3 2 1 контейнер то есть это autoscaling group в принципе то есть объединение контейнеров что-то одно используя один тот же task definition в общем смотрите у меня есть task definition я немножко тут поизменял навел кажется порядок у меня есть task definition up main up 1 up 2 и fargate ну это чисто для fargate в общем давайте сделаем сервис и fargate сервис у меня кстати сейчас бежит один task вот он бежит ну пусть бежит как говорится если я его сейчас возьму сюда нажму стоп он не бежит все просто ладно давайте сервис сделаем create service сейчас все увидите create service у нас будет сервис fargate какой-то definition будем использовать будем использовать наш task definition fargate который я сделал там совершенно версия пока что и как мы его назовем давайте назовем fargate сервис обычно так принято сервис в конце называть сколько штук хотите чтоб всегда бежала два для начала бежала два штуки минимум два все остальное оставляют также next наверх поднимается в каком и vpc в нашем дефолт в каких сабнет или и здесь и здесь то есть один запустят там и там классно security group это у нас будет эти какого и engine сервисы там эти как поэтому нужен порт восьмидесятый не хочу чтобы делать мне security группу чтобы каждый раз делайте крюки группы нам разный на меня есть готова секретик групп спортом h80 открытым вот он будем использовать уже готовую а то я сайт паблика пейда и вот здесь лод балансер мы пока не будем ничего он бансер делать просто все все но он то все минимум молча по умолчанию да тоже вообще я никогда не использовал никогда использовать надеюсь не буду сервис кавари убираем то есть все в принципе ввели где в каких саблетах какой секретик групп next и adjust или сделать autoscaling что-то началось воскресенье в смысле определить когда и повышать то есть как бы это полисе autoscaling как бы конфигурирует здесь когда бы добавлять этот и когда убирать мы пока этим не будем заниматься ну это just service то есть четко я хочу чтобы я выставил два всегда будет два все create service он делает крыло все эти готовы очень быстро все произошло если мы сейчас зайдем сюда вот сервисы свете вот здесь смотрите clusters эти сервис уже появился один заходим сюда какой сервис есть фаргет сервис active design account 2 ранен таск ноль пока что нажимаем сюда здесь немножко и вещей написано tasks вот ведь он сейчас запускает два этих как его контейнером надо просто подождать туда не уже пендинг еще скоро не будут ранен и все в принципе наши два контейнера фарги будут бежать будет очень классно вот они уже бегут принципе все можно на каждый из них и зайти в зайти когда нажим сюда вот ip адрес каждого такое это у нас engine service в общем супер супер классно и всего у меня тасков теперь и вот видите таск этому я в контейнер в этом в моем кластере нажал tasks и три таска два из них которые started by и видите сервис а второй started by ну это вообще вручную просто эти эти принадлежат гру это как его сервису а этот принадлежит никакому не сервису просто вот все три таска сейчас у меня вообще в моем кластере бежит три контейнера смотрите и сейчас беру вот это таск допустим на который принадлежит контейнеру или вот таск который принадлежит сейчас не принадлежит никому сервису да вот я сейчас и беру делаю ему стоп чик все стаск тут же прекратил работать я тут же прекратил за него платить и что произойдет дальше ничего все он стоп сделал и все больше его нету если вдруг на самом сервере на самом духу это не произошло тоже какая-то ошибка и вдруг он делает terminate он все исчез и его просто нет больше у вас ничего не бежит и вот чем начинает называется отличается отдельный таск но когда у вас таск принадлежат сервису и у нас вот он сервис наш вот наш сервисный сюда у меня видите desire task count и 2 что значит я хочу чтобы было два два этих как его контейнера то есть если мы сейчас один из них замочим мы сейчас то сделаем давайте идем и сюда по-моему нельзя нужно просто зайти сюда task выбираем один из них делаем стоп то есть типа что-то произошло короче один накрылся что сейчас произойдет сейчас вы увидите сейчас начнем запускаться еще один обновляться новый почему потому что у нас стоит desire account 2 всегда я хочу чтобы было минимум два контейнера то есть autoskilling group в принципе какого-то выставляете на минимум и максимум 2 и это то что происходит вы убиваете terminate это серверу делаете запускается просто новый то есть чтобы всегда соответствовать количеству и desire task вот и desire account вот видите запускать 2 мы сейчас здесь посмотрим сюда desire 2 пендинг сейчас один и ранен к 1 то есть подождать сейчас он здесь уже будет еще до сих пор пендинг скоро он будет уже ранен к и все как все вернулось на свое место вот и вот большая разница между и обычные таски если вы запускаете если вы запускать это один тот же таск в сервис и делая сервис то есть принципе рекомендация как говорится всегда запускайте ваш даже один таск в сервисах чтобы он был в сервисе и для чего если вдруг он накроется что-то произошло тут же запустился новый и обновление deployment и делаются просто перфектно легко вообще супер-супер легко это вообще просто мега легко сейчас я вам это покажу смотрите у нас fargate контейнер версия 1 task definition да идем task definition вот наш давайте сделаем новую версию то есть наши программисты чем что-то напрограммировали будем считать и сделали новую версию кредитную мы и мы садусь они зелье новый типа имидж да и мы сейчас обновим имидж у нас был имидж энджинкс блин давайте сделаем эти педи лейтест для вот все иметь поменялся теперь другой то есть мы перешли вообще на другой имидж апдейт и крэйт то есть мы сейчас сделали с вами захожу в торги новый task definition которым чем они отличаются они человек столько имиджем другой имидж вот чем сервис идеален вообще просто перфектная штука сейчас мы обновляем наш сервис сейчас мы делаем команду обновить наш сервис сейчас у нас бежит tasks два контейнера с версией 1 у нас есть тасс дефинишн номер два я хочу обновить наш сервис как мы это делаем идем наш сервис выбираем его конечно же и делаем апдейт делаем апдейт фаргет бла 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 все то же самое что мы выбираем и вот тасс дефинишн у нас фаргейт только ревизион второе лейтест потому что сейчас мы бежали уже не написано на последнем вот последний это второй ничего не меняем здесь вот это очень важная вещь кстати что было за 100 и 200 то есть минимум хелфи персен должно быть то есть всегда сто процентов у нас бежит и рабочих контейнеров но мы можем увеличиться в два раза то есть когда обновление происходит что в два раза больше контейнеров может произойти и вот это важную вещь нужно обязательно взять force new deployment что это значит заменить все контейнеры прямо сейчас то есть что произойдет next и next и next и апдейт сервис вот что сейчас произойдет вы сейчас увидите deployment видите сейчас все происходит ранен бла бла но таска сейчас зайду сюда в тасс сейчас увидите что из произойдет сейчас запустят еще два контейнера с версии второй как только и сесть посчитай что они уже все они у кей прошли хелфчак и они ранен кстати все с ними хорошо вот эти провизионинг после этого он замочит два вот этих и тему что дизайн аккаунт у меня два пендинг сейчас идут два штуки это нужно на пендинг да и бежит 2 то есть ранен 2 сейчас они перейдут в running state пройдет хелфчак оба и сесть посчитает что все окей меня его ведь ранен 4 нужно всего лишь два то сейчас он старый начнет убивать ну как бы он просто не просто сделает он стоп и все это мгновенно исчезнут и все видите сейчас мне 4 бежит одновременно новая версия из старая версия то есть приспись мы перейдем на такой давайте на новый один возьмем его паблика и пи и там это точите педир по-другому выглядит it works найти попроще там engines был такой этот такой еще бегут все 4 ну подождем понажимаем немножко рефреш и увидите что старые два я ничего не буду делать кроме как рефреш исчезнут наш сервис пока еще все так без изменений подождем все старые исчезли остались только новые виде какое простое изменение это как говорится полностью это апдейт сервиса произошел с zero down time то есть всегда все работало просто обновились старые на новые но как бы здесь все не так классно как бы конечно вы понимаете да так как айпи адреса у кто тоже всех разными все у всех все всех айпи адреса ищите перед айпи адрес там кого то есть у всех разные ну да так оно и есть поэтому мы сейчас с вами все это дело добавим в load balancer и в таргет групп как можно объединить сервис и его контейнеры в таргет групп для этого я вам рекомендую всегда делать этот load balancer отдельно откроем здесь это делаем load balancer application load balancer мы делаем application load balancer назовем его фаргет и лби до факты лбилый сынер у него будет на 80 порту и будет он здесь и здесь двух сабнетах моих security group давайте добавим тоже мой какой-то чтп принципе нужно здесь и чтп есть routing новую группу надо создать название назовем давайте fargate fargate target group парги торги так как мы это дело у нас с fargate нужно выбрать и target type айпи адреса потому что у фаргетов у них есть и айпи они дают айпи адреса а instance если мы использовали это как его bridge mode это дальше вам покажу в общем все остальное то же самое как его регистрировать таргет мы не будем и какие таргет регистрировать review create все что мы сделали с вами мы сделали с вами load balancer в нем лиснар напорность по на порт восьмидесятом и все что придет к этому лоданцу идет на таргет групп fargate тиджи вот он fargate тиджи в котором сейчас никого нету все супер пошли сюда возвращаемся в сес нашли давайте делаем теперь давайте можно задавать и замочим наверное этот сервис делит сделаем еще один еще раз это только уже умный сервис сервис create фаргейт последнюю версию или первую пати первую этот как венчин с ним сбежал сервис будет у нас фаргейт сервис чудно что сколько штук две штуки next не будет бежать здесь саблентах вот этих security группа 5 видим что новый хотят хочет делать мы выбираем один из генном недеуме из 80 порт и выбираем аппликейшн вода видите здесь перед внизу есть всякая ерунда вот балансер такой-то да меня только один отлично контейнер и ней называемым прессу так есть вы добавляет нажимаем ведутся сразу уберите это сервис коврина никогда не нужно а дло баланса добавить этот контейнер в лоб баланса супер теперь выбираем и по 80 это или сына с на этом как вы на наш контейнере и какой таргет группы хотим все это закидывать так мы уже сделали вот он таргет групп можно крик не увидеть название написать ну у нас есть готовый вот он самое лучше всего поверьте next next этот урок не самый легкий сервис сделан и так что если вы сильно много не понимаете то весь его балансах не задать в среде предыдущий урок у меня есть конечно неovären од Pyame сервис какum.e мы کہем то есть ин toner достаточно да где-то новые какого водаontes обещать но пока у него нет неодействие но как это всё и на внимание но надо придти закидывать эти 2 это новые колеса и данными колруield которые они уже уже приходили Dynamo T31 у меня поддерживают специально умеряем аварто где дом நEN такая обжимая уже на таргет групп формата если вы когда они будут раненк вот они сейчас раненки все там два таргет это два фаргета стартовали переходим сюда нажмем здесь решаешь target group мы увидим что они сейчас начинают регистрироваться с таргет группам только они пройдут хелл чек вот это то есть ответит на порт 80 и там несколько раз все будет чудно а вот они уже healthy все наши видите эти адреса их не здесь внутренние пи адреса и можно посмотреть допустим эти адрес 1393 до идем сюда кто из них какой-то из них 1393 это 19.6 значит тут 1 вот 1393 а это паблики можно кстати давить каждый контейнер принципе через через айпи адрес его паблик теперь вы понимаете что можно найти и сес контейнеры закидывать вообще в этот как вы правиться у них и паблика и пи даже не было в принципе короче как нам теперь добраться до этих контейнеров и запустить их через вот балансер ну через лот балансер просто идем вот балансер вот наш лот балансер вот его dns имя нажать сюда идем сюда вот сейчас нажимаю refresh по идее что происходит я сначала попадаю на один контейнер кто на другой на один на другой на один на другой вот а теперь давайте что мы с вами сделаем то есть у нас открыто вот это наши все эти как его и контейнер регистрированный в таргой группе вот наш исислатор нам не надо и вот наш лот балансер лактор отвечает вот теперь давайте сделаем изменения ну смысле апдейт сделаем к нашему сервису опять же точно также сделаем изменения с этой ерундой и так вот наш сервис делаем апдейт фаргет и ревизион просто меняем этого это тасс дефинишем все второй чик чик опускаем вниз next ничего не меняем next next update сервис сервис апдейт все готово теперь что происходит он сейчас и перейдем в таскс он сейчас запустит два новых контейнера фаргета с этим и чтите пиде этим апачей на нем установленном вот они запускаются провизионинг и сейчас они заменят нам наши старые контейнеры и наш лот балансер нажимая рефреш 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 на счет вы увидите будет и nginx и насчет появляться апачей здесь вот они уже все running в таргет груб смотрите что происходит таргет груб вот видите два которые старые два новых делают и начали и не сели заишен сейчас пройдут хелл чик и все будут хелфи и тогда ноут балдер будет трафик на все перекидывать вы сейчас увидите вот видите всех элфи вот вот банс нажимаем рефреш эти энджин к этим а это какого апачей энджин запачи все суд вот так вот все работает сейчас когда как бы все пройдет и здесь начнутся джейнинг то есть и два старых начнутся убиваться отсюда и после этого они убьются здесь то есть вот чем крут сервис видите как бы то есть это просто просто идеально изменение сервиса с обновления вашего и приложения происходит просто супер что происходит вот все начал джейнинг то есть она эти уже часто идея вот балдер будет только на эти воркс давите все этот какого ты тут уже не отвечает где-то контейнер все они сейчас отключаются и скоро загнуться то есть отсюда они идут незакон берет сколько-то минуток по моему и все и от седова это все дело исчезнуть и 2 старых исчезнут кстати видите как бы регистрируется здесь он иной пи адреса и и как упор то 70 и пи адреса контейнеров наш чудненько вот все исчезли перейдем рефреш тоже еще все мы на новой версии то есть все супер ведь акт обновилась что давайте сделаем еще один это как в сервис только уже в кластере это как в обычном крыси ту для этого опять же мы сделаем лоб балансер и сделаем на торги групп вот балансом назовем его application application и убить порта 80 пусть будет будет и там в двух этих как в сабнетах highly available чтобы все было security group приотачиваем вот эту это не надо ну там форма 70 нужно открыть и не торги групп тоже сделаем да напишем application tg application tg application tg application tg и здесь выбираем и target type instance и они айпи почему и потому что у нас порты там и всякое такое они айпи адреса нам порты нужны как бы если кто не знает почему есть урок у меня по application баланса очень длинный очень подробный с высоким уровнем то есть только будем полностью все все возможности здесь next ревью крейд что мы сейчас сделали мы сейчас с вами сделали и лоб баланса который сейчас добавляется и когда у этого лоббанса весли сынерс и все что приходит придет на пол порт 80 на листерах период в торги групп называется application tg вот маркин групп арбитрук application в нем нету таргетов ну все отлично поехали теперь и высиеса сделаем сервис новый сервис делаем этом кластере делаем крейд и ситу давайте об мэйд или при кеда давайте от мэйн короче из какой это таргет не финиш используем делаем от мэйн какую версию давайте первым чё там на сервисные назовем его аппликающим или апп мэйн сервис реплика или диму мы делаем реплика вот здесь можно описать что такое реплика это четко помашет по нашему дизайн аккаунту сколько мы будем говорить то есть вы здесь один это четко в как это в каждом инстанте у вас по одному этим то есть у вас три зато будет три то есть видите он здесь и нам автоматически будет что он будет за равен с количеством сколько серверов у вас но этих хостов нет я не хочу это я хочу управлять этим делом 2 10 стоит 200 всегда оставляем rolling update placement и всегда я советую делать изи балансы spread это то есть как бы все ваши контейнеры будут раскидываться по этим по availability зонам азоновским next и окей лоба аппликающим баланса какой вот баланса не фаргейт аппликейшен и лб и этот как вы контейнер у нас этот добавляет контейнер водонс добавляем и на порте 80 там и торги группа ножа готов чик все готово все 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 готово это фигню сидер сервис discovery не нужен никогда он не нужен next next create service все готово сервис создан и зарегистрирован с нашим лоба здесь пока еще нет ничего сейчас начнет появляться вот видите наш эти два таска припредим что мы сказали desire 2 часа не 2 то есть мы перейдем сейчас вот сюда clusters пить и сервис один ходе внутрь вот сервис обмейн сервис и раненка они уже все бегут даже вот таскс да они уже раненка все супер ну пойдемте пойдем посмотрим где они у нас там суды вот они кстати секунд рефреш здесь сделаю вот он application вот видите нас два контейнера бегущих видите у них это они инстанции здесь написаны здесь написаны айпи адреса уже у нас это таргет группы таргет и тайп айпи а это у нас с этими контейнеры которые есть и сету видео немножко по-другому все это наши сервера на которых это бежит и у них порт ливитесь портре инстрируется их health и то есть задача сейчас если будем блок баунсер наш вот этот и возьмем вот это дело вот они мы вот они мы до вершин один супер пупер чудо темно делаем обновление так видите как то работает здесь секунду в тасс дефинишим мы обмену давайте версия 2 до версию 2 используем то есть наш идем в наш сервис вот наш сервис делаем апдейт и берем версию вторую и делаем force new deployment next 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 апдейт все что будет происходить сейчас будет происходить обновление сейчас появится два дополнительных контейнера с версии 2 закрыть и наш лот балансер они зарегистрируются с ним с таргет группам и наш лот балансер начинаю рефреш здесь вы видите 1 2 1 2 появляться будет а потом раз только 2 вот так вот супер появляются уже у да не уже даже бегут таргет групп вот они сейчас этих элфи эти не шелайзинг что они будут всех элфи нашла баунсер будет отвечать на всех подряд уже вот хелф его баунсер версия 1 версия 2 видите версия 1 версия 2 с 1 версия 2 то есть бегать по четырем контейнером и сейчас конечно что будет происходить эти как вы таргет групп начнет деревьев дрейнинг опять же и все принципе и все и в общем короче вы поняли я думаю да вот так вот сервисы создаются так они регистрируются обязательно регистрируйте их слот балансером конечно же ну старты группам принципе лутбалансер привязанному и в общем будет вам счастье и вот так вот легко и добавлять конечно же это обновляется с помощью команд есть силой команды ядобюс сила и которые говорят обдеть service и эту команду вы можете вставить свой дженкинс то есть вам нужно в принципе сделать для обновить ваше приложение в иссс вам нужно всего лишь две вещи это создать новый task definition с новым этому имиджем но апдейте миджу сделать там и как вы и сделать апдейтер к запустить команду обдает сервис с новым тасс definition то есть используя latest все и все автоматически дженкинс к свидетель там гитлоги лапу сис пайплайн то в общем две команды которые вам нужно будет очень важно это вот эти вообще дженкинс я делал такие вещи я делал и имидж новый создавал и пушил в и cr и делал тасс новый дефинишн и делал апдейт и с сервисом в принципе четыре команды в этом как в вашем дженкинс и у вас просто супер мега система в общем то и все ладно в общем вы поняли на что если вам допустим сейчас нужно создать еще один сервис на вы просто делаете крэй ты там application one сервис да вот крэйт апдейн лейт из давайте ладно об один сервис ему два два штуки дэйтс next можно его аппликашн бансра тот же взять и добавить его в наш это при кашем батаре существующий но здесь как бы есть кое что дурацкая что это вот мы создаемся новый этот как его лот баланс как у таргет групп здесь допустим об один тиджи да и в аппликейшн баланс ренута если вы учили если не учили в нужно паттерн создать как бы очень важная вещь и в общем короче и так все это классно не будет хорошо работать в общем он нужно таргет группы создавать и бла-бла-бла-бла-бла короче обычно люди что используют один лот балансер отдельно отдельный лот балансер как вы здесь видите отдельный балансер на каждой из из этих как его сервисов это круто принципе dated будет работать а с вас есть вот баланс который обращайтесьdisку его вы будете выходить на сервис определенный сервис вашим и銭cha стили другойа баланс parecer опять будет заходить на другой это круто но можно сделать круче как сделать круче я вам покажу на срочем виде ладно всем пока